Есть мечта искупаться в ледяной воде, оперативно получить обморожение всех частей тела, подвергнуть свое здоровье и жизнь максимальной опасности. Сейчас самое время заняться ее воплощением. Лед, едва-едва сковавший водоем и готов предоставить хороший шанс. Покрытие тонкое, неравномерное, с промоинами и все в трещинах. По нашим правилам, которые утверждены советом министром, выход на лед разрешен, когда толщина льда достигает от 5-7 сантиметров и выше. Поэтому мы пока что не рекомендуем выходить на лед, только готовиться к зимней рыбалке, так как в дальнейшем обещаются какие-то более-менее морозы. И тогда, я думаю, еще пару недельков, дней 5, если морозы будут, значит, соответственно, тогда уже в более-менее надежных местах можно выходить. Чтобы оказаться по уши в воде, не нужно много обеспеченности и несколько шагов. С момента погружения человек имеет не так много времени для спасения – порядка 5-7 минут. К слову, при наличии спасательного жилета цифра возрастает в разы. Однако плескаться в холодной воде – то еще удовольствие. Конечно, там, где есть спасательные станции, помощь придет быстро. Но давайте на чистоту. Разве при выборе места для рыбалки кто-то ориентируется на наличие спасателей в зоне недосягаемости. «Хотелось бы обратить то самое главное внимание то, что вот как на мне одет, допустим, спасательный жилет, такие же жилеты стоят небольших денег. Относительно снаряжения рыбацкого совершенно небольших денег. Это жизнь. То есть человек, который находится без этого жилета, будем вот сравнивать, если где-то даже, не дай Боже, случилось какое-то ЧП, провалился в воду, вода холодная, мороз, ну человек там 5-7 минут максимум, что он сможет продержаться. Соответственно, не факт, что за это время в немноголюдном месте к нему подоспеет помощь, то этот же жилет позволит ему находиться минут 20-25 на поверхности. С учетом того, что этот жилет еще имеет яркую окраску, естественно, его можно будет заметить издалека и оказать помощь». Сегодня ситуация в части несчастных случаев на воде в городе над Богом благополучная. Хочется верить, что жители стали осторожнее и бережнее относиться к себе. Но это, как сегодня модно говорить, не точно. Вероятнее всего, просто погода не позволяла выйти на хрупкий лед. Мороз пришел, и работы у освода, в том числе и профилактической, прибавилось в разы. «Мы организуем профилактические рейды совместно с МЧС, выезжаем на все места, где скопление рыбаков, где дети после посещения школ любят прогуливаться. Везде предупреждаются рыбаки, рассказываются о мерах безопасности, что с собой необходимо при рыбалке иметь. Также детей информируют, в первую очередь, на предмет того, что запрещено находиться на водоеме без сопровождения взрослых, это в первую очередь. И посредством мобильной связи мы информируем родителей тоже, как бы на предмет того, что их дети находились у водоема, как бы сами самостоятельно, чтобы родители могли тоже провести какую-то беседу со своими детьми». К слову, погодные условия на территории Бреста и области продолжат формировать ледяную корку. На грядущих выходных столбик термометра будет показывать уверенный минус и ночью, и днем. Может быть, стоит умерить свой рыбацкий и залихватский пыл и дать природе нарастить безопасный для человека слой льда. «В выходные дни преимущественно без осадков, местами слабые туманы, на дорогах гололедицы. И температура воздуха в субботу ночью минус 6, минус 11, днем минус 1, минус 6. Воскресенье 14 января ночью минус 7, минус 12, днем 2,7 градусов мороза». Анастасия Стробко, Андрей Щерба, Антон Луковкин. Телекомпания БУК-ТВ.